Хорошо. Так, я увидела, что Валя Мешкова войти не может почему-то ещё и в этот чат. Ну, давайте так. Знаете, почему я захотела начать со скайп-чата? Потому что, знаете, что можно было, во-первых, лично спросить, чем актуальна вам тема? И какая тема вообще, вот омоложение или здоровье более актуальна? В принципе, вот в моём плане было так, что взять эти темы. Взять также там похудение или что-то ещё, но вот то, что тоже как бы к теме внешности имеет значение. То есть мы внутреннее берём и внешнее. Скажу ещё, почему была такая потребность у меня начать со скайпа. Потому что я смогу услышать, мне так желательно было бы, услышать, чтобы вы вслух говорили свой запрос. Понимаете, когда человек его произносит вслух, это, скажем так, подсознание вслух слышит. Это уже, взял и это могуче. Вот. И ещё скажу вот как. Почему я написала «Друзья», а потом написала «Коллеги». Потому что мы, в принципе, коллеги даже. Знаете почему? Потому что я решила начать эту тему и сделать её бесплатно по причине, что это актуально мне самой. То есть я себя, ну скажем, знаете как, вот я человек, я там писала где-то, вот как раз в веб-комнате у меня было о себе. И было это тоже не случайно, что я учителем работала, я инновационную школу возглавляла, я учебник писала. Это, знаете, о чём? Вот представьте себе, что у меня в крови чувство ответственности. И эта ответственность, она, как-то, знаете, даже ведь не за себя, а она за то, чтобы. Ну вот в школе, например, вот я завучем работала. Если у меня кто-то из учителей не пришёл на урок, вы же представляете, что творится? Это была такая ответственность, что я вообще не знала больничью. Я не понимала даже, что это такое. В любом состоянии ты прёшься и ты делаешь. Так вот это чувство ответственности за других, оно у меня более развито, чем за себя. И вот я так подумала. Если я сделаю это мероприятие, буду делать я его добросовестно, как и в общем всё, как я работаю. С применением знаний, технологий. Если я буду делать для вас, я потом буду это переслушивать, скажем так. Для меня будет двойной эффект. Мало того, что я говорю, но я ещё и это тоже буду слушать потом. Такое моё вступительное слово, которое как бы, ну, немножечко поясняет, что и почему такая форма. И вообще я любитель новых форм. То есть, ну-ка, сказать, вот мне захотелось даже так. Дайте, чтобы люди меня увидели близко, чтобы я людей увидела, чтобы я услышала, что они хотят. Что-то вот индивидуальное такое. Поэтому несколько слов о себе и о своих технологиях. Ну, я мастер эриксоновского гипноза. Я вот вчера тут разговаривала с одним человеком. И вздумая этого говорить. Я говорю, вот я как раз вздумаю и я скажу, что это такое. Друзья, знаете, это что? Это вообще наша жизнь. То есть, это то, то есть, есть, конечно, там такие техники, которые как бы классические, вот так вот типа транс или медитация. А есть речевые вещи. Так вот, речевые вещи – это вся наша жизнь. И они тоже относятся к эриксоновскому гипнозу. Вся наша жизнь в каком плане? Мы все впечатляемся. Дай бог, если впечатлимся хорошим. Кстати, я вам хочу сказать, что у меня нет ни одного негативного слова. Вообще ни одного. У меня просто, я, они не исключены. Если бы я могла показать свои слайды, вы бы даже по слайдам это увидели. Вот. Ну и кроме того, я могу вам сказать, что я вам делаю установку. Сознательно я заинтересована в хорошей и продуктивной... А, ну что, пока вы меня слышите, вы можете микрофон и выключить. Вот, у кого-то он не включен. Посмотрите, пожалуйста, знаете, Тань, посмотрю, у тебя выключен микрофон? Вот, а, выключен, вот видно, значок показывает. Вот еще это у нас, это... Марин, у тебя, наверное, микрофон, может, стоит выключить? Выключи, пожалуйста. Ну, значит, вот, дальше я продолжаю. Я даю сознательную установку вашему подсознанию, чтобы она приняла самое полезное... А, понятно, у нее нет микрофона. Самое полезное то, что именно поможет. Вот поможет в том, чтобы вы стали более качественного уровня здоровья и выглядеть и ощущать себя более молодыми. И настолько, насколько вы захотите, вот, своего омоложения. Вот, а сейчас давайте я послушаю, какие есть запросы у вас. Танечка, давай начнем с тебя. Скажешь? Ой, я пытаюсь выключить твой микрофон. Сейчас я свой выключу, а ты свой тогда включи. Татьяна Лемзакова. Тань, выскажись, пожалуйста, на тему, что бы ты хотела получить, какой твой настрой получить от этих... Ну, я не знаю, как назвать их, занятий, что ли. Я не знаю, или отошла, что ли, или не слышит. Свет, давай тогда с тебя. Татьяна Лемзакова. Подожди, дай я вот о чем. Твой запрос в здоровье на что? Что тебе нужно улучшить? Молодец. Молодец. Хорошая установка, все решаемо, самое лучшее. Так, ну, а на омоложение... Есть запрос? Ну, короче, ты просто как вольный слушатель. Что-то хорошее получу, пусть пора что-то, да? Ну, значит, что я хочу сказать? Что вообще, по идее, информативного я давать не буду. Я постараюсь ограничиться вот минимуме. Почему? Потому что, знаете, информацию вы можете откуда угодно прочитать. Вот я постараюсь работать техниками. И в том числе я могу начать говорить о Путине. О том, какое замечательное у него здоровье, как он сумел его сделать. Вот. И вы должны понимать, что человек говорит, вот где-то употребляя и применяя какие-то свои техники. Чтобы в недоуменном не возникал вопрос, а что это она нам про Путина-то? А потому что пример и образец, друзья. Ведь наверняка работает над своим здоровьем очень много сам. И в том числе позитивным мышлением, я так думаю. Ну, давайте дальше. Так, давайте послушаем Аллу. Алла, сможете нам сказать, вот какой запрос у вас? Ну, всем доброго дня. Наверное, как и у всех, немножко омоложение. Вот. Здоровье, ну, слабо было, особо не жалуюсь. Иногда бывает, знаете, вот боли в левой стороне головы. Бывает. В принципе, я бывшая военнослужащая, парашютиком прыгала, да, немножко иногда спина побаливается. Ну, это вот периодически. Таких особых показателей в медицинских вообще нет. Ну, вот омоложение, наверное, как у каждой женщины, да, очень хорошо выглядеть. Хорошо, еще лучше. Можно, да. Так, ну, хорошо. Ну, если где-то как-то что-то начнет улучшаться и здоровье, да, чтобы не было, то, конечно, тоже будет тоже очень хорошо. Да, очень хорошо, совершенно верно, Вальдар. Так, ну, что, давайте послушаем. Правда, я ваши лица так и не вижу. Ну, ничего, спасибо за то, что у вас хорошие, яркие аватарки. Так, ну, кто еще? Может быть, Татьяна, ты все-таки что-то скажешь? Ну, во-первых, всем здравствуйте. Слышно, да? Да, Таня, хорошо. Вот у меня просто стирается белье, может, и немножко забивает. Все делают на время. Смотрите, эта тема омоложения, она меня, в общем-то, уже давно интересует, но по причине, знаете, да, так как я пою, творчество и все такое прочее. Человек, который на сцене, понятно. Да, это мотивация. Вот, здоровье, конечно, тоже нужно. Почему? Потому что долго сидим перед компьютером, и, как говорится, суставы и так далее, и тому подобное, все равно в какой-то степени рушатся из-за вот этих вот компьютеров, потому что мы сидим долго здесь. Ну, и задача состоится в позитиве, скажем. В отношении позитива. Мне это все понятно. Почему? Потому что я работала когда-то в медицинском центре доктор Середа, который занимался нетрадиционным лечением. Ну, вот именно позитив, вот это, вернее, позитив, сознание, подсознание, мне все это понятно, все это известно. Вот. И что я хочу сказать, что, глядя на вас, Валентина, вы выглядите, конечно, очень хорошо. Вот когда человек касается какой-то проблемы или чего-то какого-то, и сразу смотришь на человека и думаешь. Ну, как вот, например, врач говорит, например, вы должны то-то, 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 а сам древний старик или вообще выглядит, конечно, далеко. И, естественно, ему не веришь. Вот. У вас в этом плане все нормально. Вот. Поэтому ваша тема, она, в общем-то, я тоже этим делом занимаюсь, но одной области, как говорится, помогая себе вот омолаживаться. Может быть, цветы знает или ролики я делаю. Вот. Именно уход за собой, за своим лицом благодаря массе для лица натуральными продуктами. И вообще за все натуральное, как говорится. Вот. И, ну, что еще? То, что взялись за эту тему, это очень хорошо. Правильно. Это сейчас очень актуально. Сейчас очень актуально. Потому что говорят, что, ну, во-первых, все у нас в атмосфере меняется. И слова – это вибрация. И все, вот если мы будем в этом ключе и омолаживаться, и оздоравливаться, то мы, как говорится, будем, продлим свою жизнь долголетие. Вот, мне кажется, так. Вот это направление даже, может быть, омоложение, оздоровление, долголетие. Молодец. Вот. Вот это вот то, что сейчас очень-очень актуально. Кто хочет полноценно жить и как бы всю эту новизну, постротечную, вот в наше время все это познавать, конечно, надо быть здоровым, молодым. И красивым. И красивым, и, в общем, это, в наше время это очень актуально, вот что я хочу сказать. И коротко. Вот мне еще интересно, вот я вижу, подключилась Ира. Ира, что вы скажете? Ваш, наше время. Я слышно сейчас? Я появился. А, появился? Ну вот, скажу, например, свой запрос. У меня есть запрос в том, чтобы. Ну, во-первых, какой сигнальчик у меня был. У меня глаза всегда широко открыты. Вот такое строение глаз. И тут вот я как-то просыпаюсь и смотрю, с испугом. Я замечаю, что у меня веки, ну, короче, рисовать не буду, чтобы никаких непозитивов и даже не вспоминаю про них. Это первое. Второе. Я обратила внимание на то, что я пространила себя с фотографией, которая была, да вот она даже у меня в бедкомнате была выставлена. Этой фотографии, ну, это года полтора назад. И вот за полтора года я посчитала, что я не улучшила свой внешний вид. А вообще я за то, чтобы его, не то что как, а не согласно, а вопреки улучшать. Ну, как бы вот такое. Вот. Но у меня есть еще запрос, и он очень конкретный. Почему я хотела услышать что-то конкретное, но я рада, что вы пришли, в общем-то, без особых, у вас нет проблем особых, кому-то сохранить. Вот, например, вот Татьяне, вот, сохранить ту же самую костную систему, суставную систему, позвоночник, осанка. Ну, омоложение, ну, омолодиться, моложе стать бы. Вот. Ну, вот у Светы, она все, у нее, ну, я так поняла, что, в принципе, все человека устраивает, если будет лучше, то это лучше. Вот так. Алла, ну, Алла, просто омоложение, это всегда, я считаю, что это вообще всегда актуально, и начинает об этом думать. Девчонки вообще начинали с 30, но они думают даже не только о том, чтобы там сохранить красоту, они даже думают о том, чтобы еще моложе выглядеть. Потому что они завидуют сами себе, как они выглядели, типа, в 22. Вот. Поэтому тут действительно тема-то, и она и актуальная, и она и важная для меня, это суставы. Вот. Я работаю над собой, но я так поняла, что нужно немного форсировать вообще все это, поэтому я решила, что я буду делать для людей. Я буду переслушивать, соответственно, у меня эффект пойдет. И хочу я вам вот еще о чем сказать, что те клиенты, которые у меня были, платные и бесплатные, приходили некоторые с невероятными вещами, про которые мой ум не верил. Не верили они. Я начинала с установки. Я скажу вам с какой. Ты в это можешь верить, можешь не верить, как хочешь. Даже я в это могу верить, могу не верить. Пофигу. Я знаю, как работают мои техники. И самое невероятное, оно происходило. Почему я хотела бы даже, чтобы какие-то запросы у вас были более смелые. Но мы сейчас к ним подойдем. А для этого мне надо заглянуть. Вот заглянуть, что у меня там было в нашей... А, я уже из нее вышла. А если я из нее вышла, как я в нее загляну? Ну, ладно, я сейчас открою на рабочем столе. Так, сейчас, подождите. Здесь у меня... Так, на рабочем столе есть файлы. И вот я сейчас открою, и я вам прочитаю. Кстати говоря, я сегодня тренировалась и очень обрадовалась. Знаете, чему? Тому, что я читала без очков. То есть я настроила себя, что вот я вижу и читаю без очков. Я читала без очков. И вот и так, немного об омоложении. К какому омоложению готовы? Вот какой вам вопрос первый. К какому омоложению вы готовы? К чему готовы в омоложении? Вот послушайте. Бывает тип омоложения... Так, меня все слышат? А то что-то тишина наступила. И я говорю, остальные слушают. Так, бывает такой тип омоложения, когда возраст не угадывается. Настолько лицо и тело, манеры становятся соответствующими молодому возрасту. Хорошо, спасибо. Молодому возрасту. Шокирующе воздействует это все на других. Но герой к этому готов. Кстати, вот интересная фраза. Вот как я говорю, доверяй себе. Я написала, но герой к этому готов. А потом я задумалась, а почему герой? Когда ведь по идее я предполагаю, что придут дамы. Почему герой, а не героиня? А вот знаете что? А может быть, вот мой такой посыл еще вам на то, что это ваше омоложение. То, что вы станете красотками, ну, как картинки. Станет приветствоваться вашими героями. И вот дай бог, чтобы они у вас любящие вас были. Вот, наверное, так мое подсознание записало эту фразу. Ну, теперь вот смотрите. Я сейчас поясню, если не совсем понятно еще. Пока я сама тут читаю. София Лорен, София Ротаро, Шер, Кристина Арбакайте. Это вот образцы, ну, наверное, тех людей, которых мы знаем. Из мужчин, кстати, Валерий Леонтьев. Вот, я была лет 6, наверное, назад на его концерте в Москве. Я была вообще в шоке. Я была прям в изумлении, насколько этот человек выглядит. Вот он лет на 40. А тогда ему уже было за 60, честно говоря, 70. Вот. Значит, второй тип внешности. Второй тип такой. Внешность становится моложе, но возраст все же угадывается. Почему? И вот тут одна очень важная вещь. Ну, я, может быть, сначала просто вот спрошу, как вы думаете, почему? Ну, я даже приведу пример. Я где-то год назад была на одном тренинге. И на нем была, ну, я бы сказала, молодая. Ну, она и так молодая. Ну, просто очень молодо выглядящая женщина. Все ей писали. Вы так выглядите молодо. И я как бы подумала, интересно, а сколько ей лет? Ну, потому что люди пишут. А вот если бы она спросила, а сколько вы мне дадите? Вот как бы они написали? Ну, видно, что она действительно и молодо выглядит, и ухоженно. Я так пригляделась, и я подумала, ей 44. И она буквально через пару недель говорит, у меня сегодня день рождения, 44 отмечают. То есть вот я угадала. И вот это вот оказался тип, когда выглядит молодо, но возраст угадывается. Вот у меня вопрос, и он важный. Почему? Потому что для того, чтобы стать действительно очень хорошо, очень молодо выглядящим, чтобы этот возраст не определялся, нужно сделать одну вещь. Нужно абстрагироваться, как бы забыть условно свой паспортный возраст. И ответьте мне на вопрос, а в принципе зачем его помнить-то? Правда? Мы можем возраст назначить сами себе. И вот это как бы первая или техника, как хотите, считайте. Но в любом случае вы сейчас уже наверняка все задумались. А в каком возрасте вы бы хотели себя ощущать? Если вы как бы назначите этот возраст, вы так и будете выглядеть. Или приближенно к этому, но у вас это будет устраиваться. И все будут действительно шокированы тем, насколько вы молодо выглядите. Вот, например, когда мне было 50 лет, я выглядела, ну, просто потрясающе хорошо. И как-то моя подруга мне говорит, Валька, а что ты вот прикидываешься, как будто ты не знаешь, сколько тебе лет? И я тогда подумала, а зачем мне вообще знать? Ну, если я куда-то иду, и там требуются паспортные данные, да, я вспоминаю. А так я себе сказала 38-39. Вот 38-39. Я старалась ощущать себя легко, красиво, вот как 38-39. Сейчас я иду по накатанной. Я давно уже не занималась и своей внешностью в том числе. Ну вот, как бы вот такое, о чем-то вы задумались, скажем так, вот по этой информации. Но эта информация тоже еще не вся, я вам сейчас еще скажу. Вот, знаете, что влияет очень на молодость? Когда люди чем-то увлечены, да, я бы сказала, до самозабвения. То есть они действительно забывают, а сколько им лет. Вот посмотрите на Ирину Антонову. Ей, по-моему, 95 или 96 даже. Это, которая возглавляет Пушкинский музей в Москве. Как она потрясающе выглядит, как она говорит. И она действительно фанат, вообще фанат вот искусства. Я сейчас вам расскажу один эпизод, он как бы может быть к чему или ни к чему, не знаю. Она рассказывала, как она где-то в Америке посетила выставку какого-то художника. И она говорит, я когда увидела, я заплакала. Я заплакала от счастья, что эти люди нашли свое маленькое счастье. И она описывает картину. Знаете, кто на картине изображен? Проститутка, которая встречается в кафе, видимо, по договоренности с солдатом. И она заплакала, Ирина, от счастья, что эти люди нашли свое маленькое счастье. И она поясняет, в чем оно. Для нее важно, что не какой-то старик пришел, а для него важно, что вот такая хорошенькая попалась. Представляете, я была настолько шокирована вот этим светлым взглядом, принимающим, не осуждающим. И я подумала, не из-за этого ли внутреннего света она так выглядит. Вот еще один пример. Это тоже потрясающая вещь. В общем, я училась в университете на филологическом факультете. И к нам пришла завкафедра советской литературы Гринфи, Таисия Яковлевна. Она приехала из Тарту. Она доцент и кандидат наук. Ну, короче, у нас кафедру стала возглавлять. Вот я бы сказала, женщина, ну, потрясающей красоты. И не поймешь, а в чем моя красота, понимаете? Самое интересное, я думала, что ей 30 лет. Я искренне думала, что ей 30 лет. И думала, блин, такую карьеру сделала в 30 лет. Кто-то мне говорит, ей лет 40. Кто-то говорит, да не, ей как бы не 50. И вдруг мы узнаем, что ее сын, доктор, хирург, ему 30 лет. То есть, получается, женщине вообще под 60. Вот она неугадываемого возраста. Почему? Она все время говорила, вы знаете, филология – это свет. Но она была настолько эрудирована вообще в искусстве. Вот, например, она могла о каком-то произведении начинать говорить. И вдруг раз, и она переключается на Чорлёниса. И находит там какую-то ассоциацию, понимаете? У нее такая широта мысли. И вся душа горит и зажжена этим. И вот я думаю, вот как она произносила, филология – это свет, а себя она с этим олицетворяла. Она и была этим светом, в котором просто не угадывался возраст. Ну, для чего я это говорю? Я так подумала, что это наверняка для какого-то мировоззренческого отношения. Для чего-то вот такого. Может быть, себя как-то посмотреть, ценности свои. Вот или откопать, или еще разочек осознать. Для того, чтобы засиять. И знаете что? Внешность начнет подстраиваться под этот внутренний свет. Вы станете, ну, просто молодеть на глазах. И кроме того, если вы, как Ирина Антоновна, будете фанатеть от своего… Она про возраст твой тоже не помнит. Я смотрела выступление по каналу «Культура», ее спросили, сколько вам лет, она сказала, сейчас вспомню. То есть, понимаете, человек не этим живет. Она вот точно так же, как тогда вот и я своей подруге. Подожди, дай вспомню. Я вообще не помню. А, кстати, а к чему помнить-то? Когда я вообще хочу вот абстрагированно относиться к своему возрасту по-другому. Так, ладно, дай бог, дам всем помолодеть. Так, давайте следующее, вот что я хотела вам сказать. Ну, а, я хотела показать, я, кстати, могу, наверное, это сделать. Показать фотографию. Тут же можно сделать демонстрацию экрана, мне кажется. Ага, начать демонстрацию. Точно, я ее сейчас начну, и вы все увидите, наверное. Так, сейчас подержу у меня демонстрацию экрана. А что же я демонстрирую? Вот, видите? Вот, вот. Шер. Вот видите, Шер. Ей 70, ее маме здесь 90. Это вот в Инстаграм она выставила эту фотографию. Она там написала, у мамы всего пара морщин. Я ничего не делала с этой фотографией. Зачем? У мамы всего пара морщин. Она считает, что это мания. Вот. Ну, на самом деле, для 90-х годов она выглядит неплохо. Но я хочу сказать. О, вы не видели нашу Веру Васильеву. Может быть, вы вспомните такую артистку. Там как-то фильм этот старый-старый назывался. Или Большая. Что-то вот такое. Не могу вспомнить. Но что-то большое. Про колхоз. Там она председатель колхоза, по-моему. Вот. Так вот есть сейчас или 92, или 93. Я взяла ее фотографию на пляже. Где она вот в закрытом купальнике. У нее совершенно очаровательные ноги. Про лицо я уже не говорю. Вот. Еще что хочу сказать. Может быть, вспомните про артистку, которая играла. У меня на имена памяти надо тренировать. Которая играла жену Григория Мелехова в Тихом Доне. Вот Быстрицкая играла. Ну, знаете кого? А это ее жену играла. Вот я с ней встречалась прям лично. Она очень молода выглядит. Но она делает мезотерапию. Она говорит, я вот так где-то там раз в полгодика приезжаю сделать хотя бы одну процедуру мезотерапии. Мезотерапия это. Это вот такая вещь, о которой сейчас немножечко тоже поговорим. Можете делать, можете не делать. И я вам докажу, почему. Вот у нас будет упражнение пальчик. Вы по нему абсолютно все поймете. Но я думаю, что тут продвинутые и так все знают. Ну, тем не менее, сделаем чуть-чуть обобщем. Мезотерапия это процедура, в которой смешивается гиалуроновая кислота, витамин С. Я не знаю, добавляется ли туда коллаген. Может быть, добавляется. Но то, что витамин С и гиалуронка, это точно. Так вот, всем известны... Ну, короче, два способа работы над своим омолодением. Я пишу. Это не опечатка, так надо. Потом у меня пойдет про молодильные яблочки речь. Так вот, первый способ всем известный, это уход за лицом. Крема увлажняющая, с коллагеном, который влияет на упругость, тургор кожи. Подтянутость. И в то же время, ну, я бы сказала, я писала мягкость, но, скорее всего, эластичность. Вы знаете как? Как эластичное, тут немножечко грубоватое сравнение. Если вы представите себе старую курицу, когда мы ее разрезаем, или и старую говядину, и молодую. Вы всегда отличите, где молодая, правда? Потому что там между волокнами больше вот этой вот влаги, чем у старой. Она, вот, ну, короче говоря, поняли. Мы будем считать себя молодыми. И наши мышечные структуры такие, как у молодых курочек или у молодых телят. Телочки, мы молодые. Так, значит, вот мы про коллаген, влияющий на упругость, тургор кожи, подтянутость и мягкость одновременно, ну, эластичность. Он склеивает клетки воедино. Вот что делает коллаген. Склеивает клетки воедино. Поэтому и держит форму. Вот у меня, например, запрос на то, чтобы подтянуть щеки. Я хотела, почему? Думаю, девчонки могут раскрепоститься в чате, в скайп-чате, и разоткровенничаться. Вот так вот, как сказать, конкретно. Вот я хочу вот этого. Вот я хочу подтянуть щеки. Я не говорю, что там они, слава богу, там небезобразно. Все нормально. Но хотела бы вот, чтобы немного подтянулись. Ну, хотя бы вот эту вот крепость, упругость, вот я больше ощущала. Теперь гиалуроновая кислота. Она, кстати, и для суставов, это, кстати, и это связующая составляющая. Это молодость, это проводник влаги. Вот эти две вещи очень важны. Когда я делала мезохерапию однажды, и эффект был вообще потрясающий. Я сейчас не агитирую, можете делать, можете не делать, я сейчас ее не делаю. Я очень схитрила. Но я научу вас, как это делается. Я у нее спросила, скажите, что в этом составе, и что из этого состава на что влияет. И вот то, что я вам сейчас рассказала, она мне рассказывала вслух. Она мне предлагала сделать процедуру там пять, мне в результате хватило одной. Эффект был очень заметный. Но я бы сказала, как, вот отечности на лице нет, но тем не менее, как будто спало что-то. Вот контур более четко обозначился. Лицо на самом деле стало моложе. Вот, и она мне сказала, витамин С, потому что он вообще улучшает вот эти обменные процессы. Даже доставка кислорода на это тоже влияет. Витамин С, вы сейчас мотаете на ос и представляете себе это. Вот она мне это обрисовывала. И мне хватило одного раза. Она говорила, одного раза однозначно. Вы даже ничего не заметите. Я не то, что не заметила, я уже вечером заметила. Почему? Потому что я схитрила. Я подумала, трансовое состояние. Я лежу, транс. Подсознание открыто. Как под диктовку, все, что она говорит. О чем я ее попросила. Вот сейчас вот эту диктовку просто применяйте тоже к себе, представляете. Можете представить себе конкретно. Вам делают какие-то подкожные укольчики. Вообще, в принципе, только в кожу она кует. Но я ее спросила, тоже хитромудрая, я вам сейчас говорю. А есть какие-то точки красоты на лице? Она говорит, их есть. Я говорю, а вы их знаете? Она говорит, знаю. Я говорю, можете мне помассажировать? Она говорит, могу. Ну, где она это сделала? Ну, вот тут вот что-то. И вот почему-то на лбу. Можете себе помассажировать, посмотрите на улучшение в красоте. Так, что же я еще хочу сказать? Это вот такой, как скажем, это традиционный подход к омоложению. Так, а вот есть еще, также позитивная энергетика, получение радости от жизни. Но это вот, наверное, то, о чем я вам говорила, когда говорила и про Ирину Антонову. Ну, правда, конечно, 95 лет человеку, выглядит она лет на 85 сейчас. Не так уж, скажем, не на 65 она выглядит. Но я считаю, что все равно просто потрясающе. Особенно учесть состояние ее хорошего здоровья, чего и нам желаем. Второй способ – это воздействие на подсознание, когда отвлечен ум от его, как я называю, заумности. От опыта, своего и не своего, и от всяких вер. Почему вот я, начиная работать с людьми, всегда говорю, можешь верить, можешь не верить. И я могу верить, могу не верить. Работают техники. Вот я постараюсь уделить больше внимания тому, что получается у меня. И буду это стараться сделать для себя и для всех вас. Вот давайте сделаем первое упражнение. Называется оно «Пальчик». Вот сейчас я вот этот кадрик закрою, и мы с вами сделаем это упражнение. Поставьте, пожалуйста, вот так вот ручки, чтобы вот эти вот полосочки, вот они у нас на ладошках, чтобы вот эти полосочки на одной и на другой ладошке, ну как бы соединились. Вот ровность, чтобы была ладошка. Ладошки достаточно расслаблены. Просто они должны быть расслаблены. Теперь будем вот что делать. Будем увеличивать большой, вот этот вот средний, средний палец. Почему средний, а не вот мизинец? Я пробовала им и с мизинцем работать. Но неудобно из-за того, что вот тут приходится, то есть наблюдать не так удобно, и они неровно ставятся. А вот так, если мы поставим, то тут все ровненько. Вот мы сейчас, прям все делаем, потому что я вас прошу. И мало того, я сразу даю установку. Чем больше вы изумитесь эффекту, тем лучше и скорее будет эффект омоложения и улучшения качества здоровья. Вот такая установка. И вот сейчас что мы делаем? Мы говорим пальчику тому, который меньше. Друзья мои, вы представляете, я так натренировала это упражнение, что у меня пальцы одинаковыми стали. А когда я начинала первый раз, то у меня этот палец по сравнению с этим выглядел вот так. Я еще удивлялась, но не ты гаси. Насколько у меня меньше, оказывается, пальца на левой руке. А сейчас они у меня одинаковые. То, что я разрешила ему. Я задумалась именно над тем. Думаю, почему-то он вырастает один раз. А вот если я захочу подтянуть щеки, мне же недостаточно, чтобы это было одноразово. Я же захочу, чтобы это сохранилось, держалось. Вот сейчас работаем. Поставили так, как я, да? И дальше я произношу слова, вы просто сосредоточьтесь на том пальце, который меньше. Ну, может быть, они, если у вас одинаковые, то тогда на левом. Ну, так. Я про себя буду на левом сосредотачиваться сейчас. Вот. И говорим. Этот палец, ну, во-первых, я тебя люблю. Я тебя люблю, тебя тоже люблю. Ты сейчас у меня начинаешь порастать. Потому что мы должны явить это чудо. Вот ты поднимаешься, становишься выше. Расти, вырастай, подрастай. Вы можете какие-то слова говорить тоже себе. Вот вы даете команду этому пальчику. Ну, если жарко, я почувствовала, что у меня сейчас аж склеивается пальцы. Потому что у меня тут что-то душно в комнате. Но, кстати говоря, вы уже заметили? Вот у меня уже эффект, как бы вам его показать, он у меня уже заметен. Как убрать вот эти? Видите, что они уже неровные? Вырастай еще больше. Становись еще больше. Ну, изуми людей. Ну, вы должны изумиться своему эффекту. И чем больше вы изумитесь, тем ваше омоложение станет более явственным. Ваша красота более сияющей. И ваше здоровье лучше. И лучше оно в том, что для вас актуально. Что улучшится, вы знаете сами. Вот у меня палец, посмотрите, он вырос практически... Как же так, чтобы... Ну, почти на сантиметр. Видите, какая разница? Вот как мне на темном фоне надо показать. Чтобы вам было, видите, разницу? Вот насколько у вас. Но я это делаю шестой раз. Я и начала с того, что они у меня сейчас были одинаковыми, одной длины. А когда я начинала первый раз, то у меня палец левой руки был меньше. А вот сейчас, видите, он больше правой стал вообще на целый сантиметр. Умничка, вот умничка. Ну, я еще и разговариваю. Куда дальше расти-то? Уже больше, наверное, полтора сантиметра. Ну, вот у вас вырос, посмотрите. Поделитесь со мной своим удивлением. Так, вы меня вообще слышите? Ну, напишите. Насколько миллиметров вырос у вас тот палец, который вы загадывали, на котором вы фиксировали свое внимание. Совсем немного, но вырос. Ну, замечательно. Вы первый раз делали. Увидели, как у меня это... Мне быстро пошло, я шестой раз делаю. Мало того, что они у меня стали одинаковой длины. Это я увидела вчера, когда я подумала, ой, я это упражнение сделаю. Ну, вот у Татьяны, вот на сантиметр. Сделайте еще разочек, но это уже делать будет и необязательно. Главное, что вы должны 5 миллиметров, так быстро. Действительно, ведь еще и так быстро. Всего несколько, ну, практически, вот минуту я поговорю, это вообще со своим пальцем, а вы со своими. И вот этот эффект, знаете, в чем суть эффекта? Вот посмотрите, физическое, вот первый вывод, физическое тело подчиняется нашей команде. Вот это первое, что нужно. А второе, это как бы я просто уже поставила в установку. Чем вы более изумитесь, а вы можете изумиться своему эффекту и моему, вы же тоже это на глазах видели, тем лучше пойдут ваши процессы омоложения вашего лица, шеи. Давайте скажем так, еще тело, пусть приобретет ту конфигурацию, вот ту фигурочку. Там надо похудеть, похудеется, которая вам нравится и для себя. Потому что каждая клетка, Ванечка, я не успела прочитать, потому что каждая клетка, опять не успела, сейчас, смотрите, я вроде без очков уж тут наловчилась видеть, тоже начала работать с собой совсем недавно. Думаю, что это я вообще, блин, маг-гипнотизер. Вот, значит, ну, сегодня очень была рада, что я ни разу не надела очки и все свои записи из вип-комнаты я просто спокойно читала. Почему я не увидела, что чат отключен, это я не знаю. Так, значит, что еще хочу сказать. Давайте, давайте я сейчас перейду к этому. Итак, значит, вот мы сделали вот это упражнение. И послушайте мою установку еще раз. Чем больше впечатлит вас результат, тем легче пойдет процесс обновления внешности. На клеточном уровне омоложения всех 57 мышц лица, шеи, кожи, потому что мышцы это одно, кожа это другое. Все мезотерапии, они в основном работают на кожу. А про мышцы забывают. И энергетики. Вот такая установка. Второе. Второе у меня упражнение, оно связано с яблоком. И возникло это, скажем так, спонтанно. Вот я хочу задать вопрос. Можете отличить энергетику? Ну как-то, по вкусу, по ощущениям, по цвету, по каким-то неосознанным впечатлениям. Вот раннего сорта яблока от более позднего. Можете мне сейчас, ну вот мне, это как бы для себя, но я задаю вопрос. А вообще, в принципе, он к чему-то. Вот энергетика молодого яблока. Я, кстати, вам покажу. Вот молодое яблочко. Яблочко. Совершенно раннее. Я вам хочу сказать, что оно, оно не мягкое совсем, но вот оно проминается, оно очень приятное на вкус. А какой у него аромат. Вот. Вот это ранний сорт яблока. Я не знаю, как он называется. Я вчера купила по наитию, а потом я подумала, что случайностей не бывает. Я уже думала, что я включу в эту программу для первого занятия. Вот. По омоложению. И вот посмотрите, мне захотелось вдруг купить эти яблоки. Я изумелась. И я вообще поняла, что это вот к чему-то. И я даже вот подумала так. Чем отличается энергетика вот этого раннего яблочка? Ну, скажем, от Антоновки. Вот. Ее плотная Антоновка. Отличается энергетика? Ну, ведь точно же да. Правда? Потому что это кажется изящным. Это кажется легкая. Вот легкая энергетика. Понимаете? Вот мне показалось, ну, вот по всем ощущениям, что прямо вот она легкая. Она действительно молодая. Понимаете? И вот так. Давайте представим себе себя яблоками. Вот просто это такая небольшая трансовая техника. Можете представить себя таким яблочком. А может быть такое с мною со стола я взяла не самое-самое красивое. Не имеет значения. Мне оно все равно очень нравится. Вот. Яблочком. И теперь представьте, что это яблоко висит на ветке. Вот допустим, вы как бы в двух краях. Вы это яблочко и вы тот, который это видит. Захочется это яблочко? Вот захочется. Правда? Потому что оно вот это первое. Потому что оно вот молоденькое. Потому что оно долгожданное. Оно желанным стало. Оно вкусное. Вот эти вот все слова сейчас. Пропитывайтесь ими. Это о вас. Чтобы вы стали как это раннее молодое яблоко. В этой легкой энергетике. Вкусное. Сочное. Желанное. Ну вот молоденькие. Изящные. Красивые. легенькие. Легенькие. Даже по весу легкие. Это для тех, кому хочется там спросить сколько-то килограмм. Вот пусть бы это будет таким упражнением ассоциативным. Сделали какую-то ассоциацию с яблоком. Но есть еще техника. Тоже с этим уже связано. Эту технику я слышала на семинаре у Тережкина. По-моему, Тережкина его зовут. Вот. И там тоже было очень интересно. И мы входили в энергетику брусники. И потом мы этой энергетикой умывались. И с установкой такой, что эта энергетика, поскольку это чистая природа, это тонкозвучащая природа, точно так же, как эта молодая яблочка. Пусть она обновит нашу энергетику. Поэтому, если вы можете представить себе сейчас вкус яблока, можете представить себе вот его аромат. Ну вот просто, что оно вот нулюбое вам. точно так же, как вот вы, чтобы стали вот любыми эти конфеточки. И с этими молоденькими лицами. С этой красивой, чистой, вот блестящей кожицей. То представьте себе вот это и просто вот так как бы соберите это руками. Ну потому что, поскольку у вас яблок сейчас с собой нет, мы это просто вот представляем, что мы это яблочко, и оно дарит нам эту энергию. И это поможет. Мне тогда брусника помогла. и вот так вот это яблоко, и вот эта вот энергетика этого яблока, которую представили. Мы можем представить, как подержали. Ну и вот как предлагают, или выпейте. и обновитесь этой энергетикой так. Ай, прощувствуйте, как этот энергетический сок, вот он пошел. И мы даем эту установочку, что пусть каждая клеточка пропитается этим обновлением, омоложением. А вы знаете, что слова материальные, вот вам пример с пальчиками. И все это начнет срабатывать. И может быть, прямо в самое ближайшее время чем-то вас просто удивит. Может быть, ваш взгляд вас удивит. Может быть, тем, как открылись глаза. Может быть, как ваши черты стали какими-то действительно более как заточенными, красивыми. Вот что вы хотите для себя. Может быть, вот мои щеки чуть-чуть подтянутся. Да, как вот щечки у этих яблочек подтянутые. Ну вот это такое вот упражнение. Еще вот смотрите, есть такая еще. Фиксация на лице. Желаемое обрисовываем словами. Но я знаете, что думаю? Что я, наверное, вас попрошу, вы же все-таки заинтересованы где-то в том, чтобы вот эффект был. Даже хотя бы. Я знаю, как срабатывает, ну как это назовем, вот у меня срабатывает ответственность перед людьми и больше, чем ответственность перед собой. А у людей срабатывает, как вам сказать, вот когда люди видят, что человек старается, им хочется откликнуться. Вы чувствуете, что я стараюсь, так что я же вспотела. И поэтому вы откликнетесь. А моя, собственно, моя просьба, она в ваших же интересах, и я тоже это сделаю. Фиксация на лице и желаемое обрисовать словами. То есть, что желаемое? Не постесняйтесь. Дерзко, смело, вот как мы вчера говорили. Дерзнуть, что ли, помоложе стать, выглядеть моложе, может быть, вообще ослепительно помолодеть и разрешить себе быть готовой вот этой героине быть готовой к тому, что она, может быть, шокирует кого-то вот из своих знакомых, из коллег и однозначно своего героя. Раз у меня так написалось, что герой будет готов. Ну, конечно, он обрадуется. Вот. И сам захочет, я так думаю. Вот. Ну вот, а теперь вот о чем давайте поговорим. Вот это как раз немножечко типа теоретического, что ли, материала, но быстро усваиваемый. В психологии есть такое понятие, которое называется якорь. Подсознание включает процессы под якорь. Например, вот у меня это платье, которое чуть выше колена. Вот если я надеваю платье чуть выше колена, я себя ощущаю моложе, у меня даже походка меняется. Я пока привожу примеры про себя, а ваш ум пусть начинает работать о том, есть ли у вас такое. Вот я пока про платье привела. Я начинаю выглядеть моложе так. Такое можно начать носить дома. Ну, например, вот там, в которой короткая, я уже что-то вот как бы в силу своего уже такого осознаваемого возраста, может быть, его не стоило было бы и осознавать, но я еще к этому пока не пришла. я уже засела тут как тетка. Из-за этого я эту тему подняла. Думаю, я раньше была леди. Ну, просто, ну, вообще, картинка и конфетка. А сейчас я не пойму, что я. Вот, ну, спасибо, конечно, за комплимент, Танечка. Вот, для изменения энергетики, отношения к возрасту. Начинает забываться паспортный возраст. А вот сейчас я вам сделаю вот такое упражнение. Я вам говорила, помню, я вам писала, приготовьте резинки для воров. Желательно, конечно, с этим не вот тут посидеть, а пройтись. Ну, вы пройдетесь. Вот, посмотрите, что сейчас произойдет. Так, вот на ваших глазах, а вы можете делать то же самое. Где-то зеркала у вас должны быть перед собой. Сделаем так и сделаем вот так. Сейчас, подождите, пожалуйста, чуть-чуть. Так, вот так. Наверное, смотрите и думаете, что это оно там делает, у нее не та резинка. Сознательно все. Понимаете? Молодые могут позволить себе? Одна такая, а другая такая. Могут. Правда? Это мы не можем. Мы на улицу-то так вряд ли пойдем бы. Так вот, вы меня видите? Вы что-нибудь заметили? У меня вопрос. Не показалось ли вам, что я сбросила ну лет, так может быть, даже и десять? Правда? Это я еще не прошлась. Потому что, когда я проводила этот эксперимент, то я прошлась по своему коридорчику по комнатам. Вы представляете, у меня походка изменилась. Я себя действительно вспомнила. Вот вспомнила вот энергетически. А вы же видите, что даже с внешностью что-то происходит. Сделайте то же самое. И вообще, я даже вот скажу, походите дома так. И время от времени позволяйте себе такие дерзновенные штучки. Глаза изменялись, это точно. Главное, знаете, что изменилось? Что я себе понравилась. А когда человек нравится себе, то это вообще это все. Так, пошли дальше. Так вот, ну так уж и посижу, поизумляю вас. Так, это вот у нас резинки для волос, хвостики. У кого-то может якорем быть цвет лака для ногтей. Друзья мои, есть очень важная вещь, которая вообще называется фиксацией. Вот у магов, у них фиксация. Они даже придают значение или как, смысл, или роль. И вот как, знаете как, они поручительство выполняют. Вот, например, вот этим резинком я могу сделать поручение и сказать, вот дорогие мои, вот это я плохо тут надо было посильнее замотать, он меня растянулся. Вот поручение такое. Не просто тут у меня на голове сидите, а омолаживайте. Вот мое сознание омолаживайте. Делайте так, чтобы мое сознание, ну тут кто как придумает, чтобы мое сознание влияло на омоложение и оздоровление моего тела, всего тела, и чтобы я похудела. Так, это вот типа так. Маги делают именно так. Вот они дают поручение предметам. Но мало того, они хорошо фиксируются. Вот как вот мы фиксировались на пальце, и он послушался. Точно так, вот попробуйте, я хотела это упражнение с вами сделать, если зафиксировать, может на следующий раз сделаем. Если профиксироваться, это очень сложно. Это сложно, знаете, в каком плане, если не дотронуться, сложно ощутить конкретику этой точки. Вот как бы вот вроде счетки чувствуешь, но конкретно не чувствуешь. А вот если начать работать прям конкретно, вот ощутили, это я начинаю говорить, вырастаешь, поднимаешься выше и закрепляешься. Я разрешаю закрепляться выше, то начнет вот эта вот самая подтяжечка, которую делают там в виде пластики, а мы можем это сделать и вот так. Ну вот такое упражнение. Дальше. Лак для ногтей может играть какую-то роль. Ну, например, в молодости красила ногти вот таким лаком. Позвольте себе накрасить таким цветом. Я пример привожу, потому что я не знаю, что у кого может быть вот якорем, символизирующим молодость. Вот для меня резинки. Два хвостика я когда-то носила. Вот для меня вот это. Ну, мало того, что одна резинка немножко другая, потому что я его, я тоже сказала. Мама, молодежь может себе это позволить. Я не на улицу так пойду, я дома. Но пусть я пропитаюсь этой энергетикой. Пусть моя сексапильность вспомнится, чтобы я была не теткой, а леди. Чтобы я сохранила свою элегантность, вот до скольки Бог доведет жизнь. Ну, до ста, так вот до ста. Чтобы быть лучше, чем вот эта мамаше в 90 лет. Давайте посмотрим дальше. Так, вот значит, привычки якорей. Ну, может быть, там браслет. Вспомните. Короче говоря, что носили в молодости. Нацепите на себя и поносите. И просто поносите. Так, есть еще привычки якорей. Например, в молодости я говорила слова «Ух ты, клевый чувак». Сейчас я так не говорю. Я случайно вообще вспомнила. Видимо, я напрягалась, что же мне, что слова тоже могут быть такими. Клевый чувак. Это молодежи характерно. Для меня уже не характерно. Но хотя бы чуть-чуть мысленно проговорите эти слова. Слово якорь. Оно вспоминает. Я знаете, вам что скажу. Вообще вот энергетический состав, энергетику, это по сути дела гормональный наш состав. гормоны выделяют вот эту энергию. Энергетику, ее разновидность. Но что на сексапильность, например, даже на красоту, хиромоны, знание женщины о своей красоте, о своей какой-то там вот или шармовой стиле, еще как-то. Но энергетика же молодости, это же еще и подвижность, это же еще и энтузиазм, который бьет ключом. Это огромная трудоспособность. Это вообще другая энергия. Эта энергия, ну как говорят там, неугомонность. И столько дел успевает сделать, и все легко. Это то, что для молодости. Чем ближе подтянемся к этому мы с вами, тем лучше. Я думаю, что с этим все согласны. Так, энергия подтягивает, ну это я уже так вам сказала. А, вот клевый чувак. Еще я в молодости отставляла мизинчик в сторону. Я на это не обращала внимания. Мне один мужчина сказал, почему ты пьешь чай, и у тебя вот этот вот мизинчик в сторону? Я говорю, а что, некрасиво? Он говорит, да нет, так трогательно, что я уж не могу. Вот меня это удивило. А у меня на каком-то подсознательном, видимо, уровне, вот это кокетство, знаете ли, было. А сейчас этого нет. Вот. И тут пару деньков, я как-то вот вспомнив это, и даже я думаю, мне даже кисть не ставится так, как она ставилась раньше, когда я непроизвольно, ну что я могу тут взять, когда я непроизвольно вот брала, и у меня вот этот вот палец вот так вот отставлялся. Ну, может, это несчастно, кто-то скажет. Вот так для меня это то, что у меня позволяло ощущать более легкой, даже в плане веса. Может быть, это на мое, ну как бы вот, на то, что я держала форму, очень хорошо. Может быть, этот мизинчик играл в роль, кто знает. Вот этот клевый чувак. Вот то, что я могла так небрежно сказать о каком-то симпатичном. Вот я вам такие вот привожу, я думаю, что вам это интересно и полезно. Так, еще сейчас скажу пару слов вот о чем. Короче говоря, домашнее задание будет вспомнить, делать и фиксироваться на этом. Макро, в отличие от обычного человека, фиксируется, поэтому ему удается. Да, он осознает роль предмета или действия. Если мы будем фиксироваться на том, что я надела эту короткую юбку или, например, вот эти резиночки для волос, если я их надела, я фиксирую на какой цели, чтобы прочувствовать энергетику. Я поверила в то, что вот Валентина Николаевна говорит, что это повлияет на вот на мое омоложение, на мое лицо, на мой взгляд. Здесь это может все со взгляда начинается, там более молодой, может быть, более какой-то или легкий, или игривый. что вот это вот платье, которое короткое, ну вот, например, для меня еще такой вот вырез. Вот это тоже не случайно, я тут 100 нарядов перемерила, прежде чем думаю, я все-таки в этом. Потому что я об этом скажу, что такой вырез, который, не знаю, как он называется, но это широкая лодочка, так назовем, вот, он мне почему-то, вот, на мое подсознание тоже как некий якорь. Я в таких вещах себя начинаю ощущать более красивой. Даже не то, что более красивой, а знаете, какой-то индивидуальности, которая смелая, и я бы даже вам так сказала, которая может закадрить, но любого. То есть во мне вот эта сила начинается, вот женской, вот этой, женского магнетизма. Вот когда я ношу вот вещи вот с такими, с таким вырезом. Так, что еще? Хочу вам сказать. Стихи, друзья мои, вы этого точно не ожидали. Я вам сейчас скажу к чему. Знаете почему? Потому что мы, читайте стихи, стихи это, это вообще, это свет. Это вообще та вещь, которая дается, ну знаете как, это нечто такое, что проливается с небес. Это во-первых. Это открывается что-то, что-то на подсознательном уровне. Когда вдруг ты пишешь, как вот Валя говорит, а я не знаю, почему я так пишу, у меня само так пишется. Потому что вот оно вот так, и она разрешила быть именно такому. Вот это вот именно, это самое то и есть. И потом, это тоже якорь, понимаете, мы в молодости, должно вспомнить, в 10 классе, мы с вами, когда учились в школе, мы читали стихов очень много. Есенин, там у многих любимый был, там шаганет и моя шаганет. И опять-таки, это погружение в любовные какие-то энергетики, энергии. Или не бродить, не мять в кустах багряных, лебеды, и не искать следа, со снопом волос твоих овсяных, отоснилась ты мне навсегда, Боже мой. Да это какие красивые слова о любви, об отношениях. Понимаете, слово материальное, а вы тут целую гармонию слышите. Это гармония, она сразу гармонизирует все процессы, все вот эти функционалы всех органов, всех систем организма. Начнется оздоровление, начнется омоложение. И это очень серьезно говорит, читайте стихи. А если вы еще найдете стихи, которые вы читали в молодости, мы же речь ведем еще сами о якорях, тема сейчас, якорь, так вот, если вы найдете Роберта Рождественского, Александра Блока, например, Александра Блока достаточно вообще там одной строчки. Я от нее просто балдею. Сейчас, например, я скажу, вспомню какую. Летит, летит степная кобылица и мнет ковыль. Ну вот просто одна строчка. Летит, летит степная кобылица и мнет ковыль. И все, понимаете, полетел в эту магию, этой красоты, даже вообще не понимаешь, что это. Но для меня и другие стихи. Например, там те же самые скифы. Да, скифы мои. Да, азиаты. Для меня в этом что? Там вообще, наверное, такая мощнейшая. Ну а почему бы не придать ей значение вот этой магической силы женской власти? Власти женского магнетизма, вот так скажем. Что быть желанной, быть любимой, пробудить в своем мужчине страсть и любовь. Понимаете? Может быть, даже потенцию на вас. И вот это вот, вот с этим молодельным яблочком в гармонии, это просто будет супер. И, конечно, омоложение. Потому что это якобы. Потому что это то, что, понимаете, тело сразу начинает вспоминать, как вы выглядели, когда вы были в 10 классе, когда вы это читали, когда вы этим восхищались. Ну, если не восхищались, то тогда не берите. Может быть. А вот Эдуарда Осадова уж точно все любили. Но я, правда, не могу вспомнить сейчас ни одного из стихотворения. Просто знаю, что мы вели дневники, там этот Эдуард Осадов, он просто у всех переписывался. Можете вспомнить песни, вспомните Висбора с его романтикой, и костра, его запахом. Слушайте по возможности. Это делает симпатичность лицу, осанки, телу, даже на похудение влияет. Вот такие якори, а еще можете какие-то вспомнить самостоятельно и применять. Знаешь, что каждое воспоминание об этом, каждое применение меняет тургор кожи, подтягивает 57 мышц лица, шеи, тело влияет на энергетическое излучение тела, на нашу привлекательность, омоложение, возвращение молодости в тело, в лицо и красоту. Чем чаще это вспоминается, тем скорее произойдет чарующее, удивляющее улучшение. Комплиментом будете рады или застесняетесь, как в молодости бывало, или загордитесь собой. Ну, вот такое. Так, друзья мои, есть у меня на восстановление здоровья. Я сейчас думаю о том, что мы с вами в чате час. Если актуально, то я могу сказать вам сейчас, ну, вот одну вещь прочитать, на восстановление здоровья. Вот. Или мы можем отложить. И вообще я хотела провести еще какую-то небольшую такую медитацию, но скорее всего это в следующий раз. Да? Ну, давайте, на восстановление здоровья. Давайте. Вот сейчас я вам одну вещь прочитаю. Я потом, может быть, а если запись будет, вы ее посмотрите. Потому что здесь очень важно посмотреть. Один гуру, просветленный, влюбленный в те времена в меня, подарил мне один вопрос, в котором есть то, что возрождает в теле здоровье. Он мне его буквально прислал вот в таком виде записи, как вы и читаете. Ну, я предполагала, что в вебинарной комнате будете читать. Вспомни привычку или любовь к какому-то делу, когда было абсолютное здоровье тебе или очень устраивающее тебе здоровье. Может, пол любила увлажнять мокрой тряпкой. Может, любила день начинать с бодрой песни. Может, с того, что включала радио, чтобы послушать красивый, четкий, ясный голос диктора. Может, пила рыбий жир или обожала рыбу. Может, читала книги про романтическую любовь. Как угодно. Но начни это делать снова. Здоровье любит что-то в тебе, что ты перестала делать. Здоровье живая субстанция. Уважайте ее привычку и оно начнет восстанавливаться сразу, проявив себя радостно, благодарно, практически мгновенно. Ну, здесь я пишу, напишите в чат, в чем проявилось мгновенное проявление здоровья. А, это вот в чат напишите. В чем выразилось это, насколько скоро вы это помнили. то есть какое-то улучшение мгновенное у вас проявится. Вы его зафиксируйте тем, что напишите об этом в чате. Вопрос. Почему я с ним согласилась, почему согласились с ним вы? Этот вопрос вообще требует того, чтобы над ним подумать. Понимаете, как он вязал? И как сформулировать вопрос лучше? А теперь вот у меня здесь еще было так написано слово здоровье. А, В, Боже мой, вы же у меня с демонстрации экрана. Видите, как слово здоровье написано? З большая, Д большая, Р большая, В большая. Как вы думаете, почему выделены звонкие согласные в слове здоровье? Понимаете, люди, которые работают над тем, вот как говорят, ой, я уронил карандаш. Это к здоровью. То есть они абсолютно все превращают вот в эту лишний раз позитивная установка, она лишней не бывает. Вот я шесть раз всего лишь делала вот эти пальцы, кому-то показывала, и у меня этот был меньше, а теперь он у меня одинаковый. А в результате он мне еще, кстати, даже сейчас сохранил то, что у миллиметра на два больше. Вот такие вещи. Это вещь, я там вам писала, что у нас будет нового, это будет установки на здоровье, омоложение вербальными техниками. В следующий раз я вам дам заговоры. Ну, только я не знаю, как вы относитесь к вам заговоры. Они современные, они тоже в научных техниках. Супер! Я вам скажу, что работают супер. Вот, и мы ими воспользуемся. я пока воспользовалась только одной на укрепление волос. Я вам расскажу эпизод, что я это делала не для себя, а делала для дочки. И я приклеила наклеящийся листок бумаги. Даже вот он у меня, кстати. Вот. Вот наклеящийся листок бумаги, он у меня был в ванне перед раковиной, где она умывается. Она жаловалась на волосы. Вот я это сделала, прикрепила. А сама и до умываться и время времени читаю. Вдруг она мне говорит, ну, спустя какое-то время, мам, у меня волосы укрепились, не поможет, что помогло, шампунь этот, что ли? А я говорю, ты заговор-то читала? Она говорит, читала. Но, говорит, мам, я не каждый же день его читала. Знаете, на что я обращаю внимание? Что у меня на расчёске не остаётся ни единой волосинки. А я уже про заговор успела забыть. Я начинаю думать, а что могло помочь-то? Вроде я ничего такого не делала. Представляете, вот я задала вопрос, моё подсознание даёт подсказку. Я в этот же день вечером вот под раковиной, ну, не так, как бы, тумба под раковиной, я под ней нахожу вот этот упавший листок. Он просто уже тут отсох, засох и упал. И это была мне подсказка, что мне помог заговор этот. То есть он помог дочке, помог мне. Вот у меня парочку, я дам их вам в следующий раз и сама для себя тоже. Ну и давайте на этом, ну вот у меня была небольшая медитация про яблоки, ну, наверное, давайте в следующий раз уже. Напишите свои впечатления или скажите, домашнее задание, вот якори, стихи, песни, хвостики, платья, аксессуары, цвет лака и так далее. Восстановить красивые привычки, пойдя на уступку субстанции здоровья. Пользоваться энергией ранних яблок, пока они еще есть, молодящие яблочки, каким образом? А вот таким, как вот мы сегодня сделали, выпили, можно умываться этим. Обязательно чувствуйте аромат и любовь к этим яблокам, к этому сорту яблок. Может, у вас любовь к какому-то сорту есть. Я, например, белый нариф, еще очень люблю. Отметить удовлетворяющее улучшение в чем-то. Дальше, работать как с пальчиком, с чем-то самостоятельно, может быть, чем-то в лице. Писать в чат о хорошем или удивительно замечательном, о комплиментах, об улучшениях, о радости первых результатов, помнить о роли слова настроения, вспоминаем послушный пальчик, снова и снова нам на пользу. На следующем занятии чуть больше и конкретнее по омоложению, по здоровью и дам сильные вербальные формулы. Ну вот, я их назвала формулой, ну в общем, это можно назвать и заговорами, просто чуть-чуть. Современная, неожиданная форма. Ну, как, что вы скажете? Остановимся и до следующего занятия и ваши впечатления. Так, хорошо. Отлично. Кстати, такую технику дам. Я ее использовала для своих клиентов. Я ее дам, только давайте это в следующий раз. Хотя у меня все приготовлено. И техника, это вот какая, про зеркало не случайно писала. Но надо будет, чтобы вы нашли фотографии из себя. Ну, я бы сказала, чем моложе, тем лучше. Не стесняйтесь, не волнуйтесь. и тоже надо будет поделать. Там это вообще волшебно, это прямо эзотерическая вещь. Я это применяла, эффект был потрясающий. Мало того, что там пришла ко мне, вот я просто поминаю, первый, первый такой. Она пришла ко мне, наверное, килограмм сто в ней было, когда она пришла в следующий раз. Вы не поверите, я открыла дверь, я вообще не могла понять, как я пришел. А это была она. Там не только помолодела, она еще и так похудела, вот, и вот она применяла, ну, там кое-что еще я с ней делала, и классический транс, конечно, проводила, но еще и вот эту технику. Она мне потом сказала, что она по ней работала. Мы в следующий раз сделаем. А в следующий раз давайте сделаем следую. Знаете почему? Потому что вот эти процессы, а вы же будете вот сейчас якоря применять, это значит, ваш мозг все время будет включать программу. Омоложение, оздоровление, улучшение здоровья, омоложение на сколько, в чем как, как я захочу себя видеть, какой своей внешности я порадуюсь, как я это узнаю. Комплименты будут говорить? Будут говорить комплименты, но вы сами будете восхищаться собой. Вот вы полюбите себя, как вот я вдруг сразу полюбила себя вот в этих резиночках, и в платье вот с этим вырезом, и когда я прошлась по коридору, там у меня большое-большое зеркало. У меня даже походочка изменилась, понимаете? Она, я уже вам об этом говорила. Вот. И ну вот, домашнее задание, давайте заговор на следующий раз. Да, я начала говорить, что вот я думаю, что в среду, не знаю, как насчет времени, напишите сами, устраивает ли это время. Вот. И почему в среду? Потому что это клеточный уровень, его надо все-таки раскочегарить. Почему я говорю, чем больше вы вспомните своих якорей, хоть клевый чувак, вспомните еще что-то, но Есенина что-то вспомните, а Садова найдите стихотворение в Яндексе. Дальше. Какие-то песни из вот тех лет, когда вы молоды были. Ну, только не как молоды мы были, мы сейчас молоды. А типа там вот, ну, Висбор, я уже чуть-никак не могу вспомнить эту песню. Ну, может быть, кто-то Висбора, может быть, кто-то вспомнит там или из добрых, как там, веселых ребят. Валентина, скопируйте все домашнее задание. Да, ну, у нас вообще запись будет того, что тут есть, но домашнее я скопирую, я выставлю в чат. Вот. И обязательно. И так, чтобы вы вот прям наслаждение поймали от того, что вы, допустим, с этими резиночками, может, вы что-то еще придумаете. Например, я даже додумывалась до этого, но я поленела сделать. Тем более, я во много тут загирать не буду. У меня была мысль надеть цепочку на щиководку. То есть, понимаете, это вот такие вот... Но сейчас молодежь, она сама себя как вот в этот стиль вводит, как она поддерживает форму. Они тут татуировки какие-то себе придумают. Они эти джинсики, которые короче, короткие, понимаете? То есть, вот этот стиль, вот это вот слежение как-то за модой. Они же себя держат. Они вот на этом, на уровне какой-то вот престижности вот в этом. Вот я пытаюсь вас простимулировать к этому, чтобы вы заиграли как просто совершенно очаровательные, изумительные красотки, влюбленные в себя. А то, что вас влюбятся, это просто гарантирую. Это по всем законам магии это так будет. Так, ну, давайте тогда на сегодня. я немножечко понервничала в самом начале, пока успокоилась. Вот. И, наверное, немножко растерялась я. Ну, я думаю, что нашлась со временем. Вот. Но тем не менее, конечно, наверное, да может быть, даже и лучше. Мне как-то так видеть ваши лица, вообще, если честно, очень приятно. Но давайте тогда закруглимся. И до следующей среды. Время напишите. Потому что кто-то мне писал, что это время не самое подходящее. По-моему, Марина писала, что она в это время на работе. Я сказала, что я, в принципе, могу сделать там на 18 часов, но я знаю, что вообще собирались прийти те люди, которые там на Дальнем Востоке живут. Там Сибирь у них очень большая. Вот среди них Свету, например, Зарубина. У нее очень большая разница во времени. То есть для нее уже сейчас поздний час. Ну, поэтому я подумала, как бы вот уважим, если есть такая возможность нам начать в 16. Всех благодарю. И с самыми хорошими, с самым хорошим настроем на выполнение домашнего задания оно даст результат. Ну и все. Счастливо. Хорошо. Ну, давайте тогда до свидания. Счастливо всем. Продолжение следует... Продолжение следует...